Всех приветствую вас, дорогие друзья! Я хочу предложить вам текст из Писания, который по своему содержанию уже здесь читался. Я читаю из Евангелия от Марка, 9 главу, с 1 стиха. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Анна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделали с блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле, белищик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Перед тем Петр сказал Иисусу, раби, хорошо нам здесь быть, и сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну, и одну Ильи. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глаз, глаголющий, сей сын мой возлюбленный, его слушайте. И внезапно, посмотрев вокруг, никого более собой не видели, кроме одного Иисуса». История, которую уже, наверное, многие подробно знают, и я хотел бы просто некоторые мысли высказать по этому тексту, который мы все хорошо знаем. Три евангелиста описали эти события. Евангелист Матфей, Евангелист Марк и Евангелист Лука. С некоторой небольшой разницей в описании того, что происходило. Что было общим у этих трех евангелистов? Это свидетельство Иисуса Христа о том, что некоторые из вас не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Ну, по-разному некоторые евангелисты пишут, увидят Сына Человеческого, Матфей пишет, грядущего в Царстве Своем. Марк пишет, мы с вами только что читали, увидят Царство Божие, пришедшее в силе. А Лука написал, не вкусят смерти, как увидят Царствие Божие. Для всех учеников, слушавших эти слова, здесь явно присутствует какая-то интрига. Христос не сказал, какие ученики увидят Царство Божие. Он не сказал, некоторые из вас, по большому счету, Христос пророчески предсказал, что они увидят. Увидят Царство Божие, пришедшее в силе, скажем, вот, как Матфей написал, или как Марк написал. Царство Божие, пришедшее в силе. Мы можем говорить о многом, вот, читая эти слова, Христос предупредил пророчески, что это произойдет. Возвел учеников своих, вот здесь все евангелисты пишут о шести и восьми днях, когда после определенного разговора это произошло. Ну, это событие произошло. Вы уже слышали, братья, много о нем говорили. Я вот только, когда размышлял об этих вещах, думаю над тем, что Христос очень часто собирался со своими учениками в саду Гевсиманском. Он там не преобразился. Очень часто собирался там со своими учениками. Иуда знал место, где Христос был. Он не преобразился. Повел их на высокую гору одних. Для преображения необходима была новая точка, новое место, где происходило это преображение. И причем гора эта высокая, она не названа. Поэтому все годы, сколько я помню, одни говорили проповедники, что это Фавор, другие, как указывают энциклопедисты, какая высокая гора в Израиле. Это Ермон, 2800. Наверное, он на эту гору возвел. Но Богу угодно было скрыть почему-то название этой горы. Более того, среди тех, кто был на горе преображения, Петр тоже находился, находился Петр и Аковиан. И когда Петр пишет свое послание, вот во втором послании он отмечает этот момент и говорит, когда мы были на святой горе, когда мы были на святой горе, тоже не пишет название. И хорошо, значит, Бог знает, что делает. Потому что люди, наверное, бы из этой горы что-то особенное сделали бы. Ну, у нас есть такое расположение, есть такая склонность. А может быть, не по этой причине. А может быть, чтобы мы акцент своего понимания дела Божия делали на другую гору, на которой все человечество преображается. И что мне хотелось бы по данной части, вот на что обратить внимание. Вот Христос сказал своим ученикам о том, что вы увидите Царство Божие, пришедшее в силе. Ну, какое интересное сообщение, сказал Христос. Какая, вот, ну, просто интригующая мысль, высказанная Спасителем. Царство Божие увидим. Некоторые увидят это Царство Божие, в силе пришедшее. Ну, не все, некоторые. И вот эти некоторые близкие ученики Иисуса Христа вдруг возведены на высокую гору и увидели Царство Божие, пришедшее в силе. Да? Но если Христос сказал, что именно это увидит, они же это и увидели. А что они увидели? Царство Божие, пришедшее в силе. Они должны были Его увидеть. Ну, увидели что-то. Прямо говоря, они увидели то, о чем говорил Иисус Христос. И вот теперь понять бы, что же они увидели? Ведь увидеть Царство Божие, ну, представьте себе, чтобы нам предложили какое-то время увидеть Царство Божие, пришедшее в силе. Ну, для нас это было бы, ну, чрезвычайной важности откровения. Ну, это же непростые вещи. Нам, простым, земным людям, вдруг посчастливилось увидеть Царство Божие, пришедшее в силе. Так это что-то необыкновенное. Это что-то невероятное, непостижимое, немыслимое. Мы увидели. Земные люди, которые вот вместе со многими другими проводим свое бытие, здесь вдруг удостоились увидеть Царство Божие, пришедшее в силе. Во всяком случае, мы сегодня довольствуемся описанием этого события тех, кто там был. И во всяком случае, Бог дал какие-то откровения евангелистам, и они что-то написали. Удивительно, что все они отмечают одни и те же детали. С маленькой разницей, но отмечают одно и то же. Один евангелист Лука говорит о начале этого процесса, преображения, который произошел, когда Христос молился. Вот Иван Петрович передо мной очень много говорил об этом. Мне кажется, это очень серьезный момент. Вот в этом начало преображения, когда мы начинаем с Богом общаться. Начинается наше преображение. Но я хотел бы сейчас обратить внимание на то, что когда Христос молился, ученики, вот начал молиться, ученики уже не раз, наверное, видели, как Христос молится. Для них ничего особенного, наверное, не было в том, что Христос молился. Это было не один раз, это было часто. Часто Христос собирался, часто со своими учениками, и он молился. Правда, мы всегда, наверное, правильно делаем, стараемся как-то учеников понять, когда они спали и в том, и в другом случае, потому что это были люди, которые трудились, и не всегда люди выдерживают общаться ночью с Богом. Но я всем рекомендую все-таки постараться. Это очень полезно, очень для души полезно. Это духовный процесс, который укрепляет при всем, при том, что плоть требует свое. Когда произошло преображение, написано в Священном Писании о том, что просияло лицо его, как солнце. Это первое. И второе. Изменился цвет одежды на Иисусе Христе. Матфей пишет о том, что просияло лицо, как солнце, одежда же его сделались белыми, как свет. Я не знаю, свет, белый он и свет. Ну, белый, как свет. Мы можем что-то понять, чуть-чуть, и что-то представить себе. Марк пишет немножко по-другому. Одежды, а лица он ничего не пишет. Пишет, одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Тоже понятно, что очень трудно представить себе эту белизну, одежды, которая была на Иисусе Христе. Лука пишет проще, вид лица его изменился, одежда его сделала с белой, блистающей. Я говорю, в целом мы на что-то можем себе представить. Я хотел бы обратить внимание только вот на что. Произошли какие-то перемены. Христос интересно сказал своим ученикам слово. Я хотел бы акцентировать внимание на его слово. Когда началось служение Иисуса Христа, вышел Иоанн Креститель и говорит и начал проповедовать о том, что приблизилось Царство Божие. Вслед за ним Иисус Христос начал проповедовать то же самое, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Приблизилось. Потом Христос на протяжении своего служения избирает 70 учеников и посылает их по два в те места, куда сам хотел пойти. И сказал, чтобы они шли и проповедовали о том, что Царство Божие приблизилось. О том, что оно приблизилось. Если вас даже слушать не будут, отрисите прах от обуви вашей и все равно скажите. Впрочем, Царство Божие приблизилось. Когда Христа попросили, чтобы Он научил учеников Своих молиться, Он в молитве своей сказал ученикам, «Да придет Царствие Твое». Эти слова в молитве очень аж присутствуют. «Да придет Царствие Свое». И на фоне всего того, о чем я вот только что сказал, слова Иисуса Христа о том, что некоторые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, ну, очень интересное. Уже увидят. И вот здесь я хотел бы обратить внимание на такое обстоятельство. Для того, чтобы увидеть Царство Божие, надо было бы что-то увидеть. И вот из того, что увидели в Царстве Божием ученики, если Христос сказал, что увидят Царство Божие, они же конкретно четко увидели первое лицо Иисуса Христа. Лицо, которое по Евангелисту Матфея просияло как солнце. Это же что-то значило. Ну, ученики, даже если это дело было ночью, все равно могли это с особой силой для себя подчеркнуть. Думаю, они не все увидели, потому что, наверное, и трудно было им увидеть, если они спали. Но во всяком случае, при всем, при том, они увидели это особое состояние лица Иисуса Христа. И я хотел бы сказать, что эта деталь, о которой пишут евангелисты, о перемене лица Иисуса Христа, она присутствует в Евангелии еще не один раз, особенно в Откровении. И интересно, первое Откровение Иоанна, мы читаем в 16-м стихе такие слова интересные о Христе. «Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо Его, как солнце, сияющее в силе Своей». Это то, что принадлежит Царству Божьему. Когда мы дочитываем книгу Откровения до конца, опять речь идет о Христе, о свете агнца. Там не будет солнца, там не будет луны, там будет свет агнца. Это те детали, которые удостоились увидеть ученики, принадлежащие к Царству Божьему. Вторая деталь – это одежда Иисуса Христа. Я сразу хочу обратить внимание на то, что вот преображение одежд в другое состояние свидетельствует о праведности одежды. Это даже словосочетание известное в Евангелии одежда праведности. Одежда символизирует праведность. И вот здесь абсолютная праведность Иисуса Христа представлена на горе преображения, когда все евангелисты подчеркивают, какими стали его одежды. Невозможно описать. Матфей пишет, как свет. Марк пишет, что как на земле беличек не может выбелить. Лука тоже пишет об одежде блистающей. Все это трудно выразимо состояние одежды. Но моя мысль о том, что это элементы Царства Божьего, которые увидели ученики Иисуса Христа. Зачем им это надо было? Почему Христос им дал это увидеть? Он дал этим троим увидеть, он даже не всем нам дал увидеть, вот этим троим, зная, что это будет известно и всем остальным ученикам, и всем остальным поколениям людей. К преображению надо готовиться всем нам. Нам сегодня читающим Евангелие нужно этим процессом преображения заниматься. Тоже эта мысль прозвучала сегодня. Почему я и напомнил о том, что Христос в молитве Отче Наш произнес там такую фразу «Водопридит царствие твое». Куда оно должно прийти? Оно должно прийти в нашу жизнь. Вот так, как Христос в царстве своем присутствует. Он должен присутствовать в нашей жизни как царь. Мы должны преображаться в образ Иисуса Христа. Тоже эта мысль сегодня прозвучала, преображаться в образ Его от славы в славу. Вот этот процесс преображения, он должен быть нашим процессом, повседневным, постоянным процессом. И этот процесс мы может быть упускаем из вида тогда, когда молимся словами молитвы «Отче наш». Да придет царствие, то чаще всего люди относят это к тому, что когда-то Христос придет и установит здесь царство. Он его сегодня устанавливает в святых своих, в церкви своей, в людях, которые ему принадлежат. И поэтому эти слова злободневные должны быть для каждого человека. Вот только гора другая. Гора другая. Вот на этой горе произошло, о которой я говорю и хочу сказать еще, произошло событие, самое главное во всей мировой истории, во всей вселенной нет более важного события, которое произошло на горе Голгофе. Вот она обозначена четко. Название ее знают все люди, ее практически не могут определить точно, где она. Опять-таки, это и не нужно людям, потому что они могут неправильные действия делать по отношению к видимому. Но нам известно, что на этой горе Сын Божий находился. И находился там со своей определенной целью, со своей задачей, которую он решал. И только на этой горе может человек преобразиться. вот всякий человек, который не знает истины, хочет ее узнать, хочет получить, обрести какое-то ведение о Боге, познание какое-то о Боге. Больше всего он о нем узнает и поймет, когда поймет суть вещей, происходивших на Голгофе. Такой красивый псалом у нас есть, который мы иногда поем, взойдем на Голгофу, мой брат, взойдем. Когда мы начинаем восхождение на эту гору, смотреть на Иисуса распятого за грехи и беззакония наши, тогда мы можем проснуться, как те ученики на той горе преображения, понять, что из-за нас Христос понес такие мучения, претерпел такую смерть, тогда лишь могут только открыться уста наши для молитвы. Мы можем на этой горе молиться, глядя на то, что мои беззакония, мои грехи привели Христа к таким страданиям, которые Он перенес. Из-за меня, из-за каждого из нас мы можем обрести понятие, понимание того, что это Бог уплатил цену за все мое будущее вечности. И, естественно, в нормальных случаях человек будет смиренно преклоняться перед Богом и молиться Ему, молиться Ему. Эта молитва всегда начинается с покаяния. Так как каялся разбойник на Голгофе, так каждый из нас имеет такую возможность в духовном плане прийти к спасителю своему со словами покаяния. И только тогда, когда человек искренним образом в глубоком смирении, в сознании своей вины, в сознании своей греховности кается перед Богом, вот тогда начинается его преображение. Это преображение, как правило, суть нового рождения, рождения нового человека. Оно смотрится с внешней стороны, как преображение человека. Жил одной жизнью, шел одним путем, потом встретился с истиной. Истина сделала человека свободным. Человек преобразился. Благодать Божия преображает всех людей, которые приходят ко Христу, в смирении каются перед Ним и начинают новую жизнь. Это только возможно при одном условии, когда человек приходит к Богу с сознанием своей вины, когда он понимает, какую цену оплатил Христос, ведь он бы не платил эту цену, если бы мог любой человек каким-то другим образом попасть в Царство Небесное. А так грехи ни одного человека не пускали в небо. Поэтому цена величайшая оплачена за мое и ваше спасение. Дай Господи нам помнить всегда, что преображение Иисуса Христа, но после того, как мы пришли к Нему, покаялись, оно сопровождать нашу жизнь должно постоянно. Почему и написал апостол Павел послание к римлянам. Вот Христос показывал Царство Божие, да, он сказал в Слове Своем, Царство Божие внутрь вас есть. Оно начинается тогда, когда Христос вселяется в наше естество. Апостол Павел Кремлин нам пишет, Царство Божие не пища и питье, но праведность, радость и мир, мир и радость во Святом Духе. Праведность это одежда, в которой должен ходить человек, преобразившийся в образ или преображающийся в образ Иисуса Христа. Поэтому есть такие слова у Соломона очень интересные, они на каждый день нам подходят. Да будут во всякое время одежды, одежды твои светлые, и да не оскудевай елей на голове твоей. Вот светлые одежды, это одежды праведности, эти одежды мы носить должны, каждый день должны носить, потому что Христос показал на горе преображения иллюстрацию, кто в Царстве Божьем присутствует, какое лицо и какое сердце. Правильно здесь тоже говорили братья передо мной, молящийся в лице меняется. Можно увидеть человека, понять человека, который молится, общается с Богом. Вот можно вспомнить, Моисей общался с Богом, а потом люди не могли смотреть на его лицо, оно сияло, вынуждены были покрывало полагать. С Богом человек общался. Когда мы общаемся с Богом, многое меняется в нашей жизни, и внешне, и лицо в том числе, оно светлее становится. Очень интересный образ. А что касается одежды, одежды праведности, они должны быть нашим достоянием. Дай Боже нам размышляя об этом сегодняшнем событии, помнить, на что мы вот думая о том, что когда-то было, должны продолжать думать о том, как мы как граждане этого же царства смотримся. и хотелось бы иметь большое усердие в том, чтобы со дня на день преображаться в образ Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы еще помолимся с вами. Боже наш, милосердный, благодарим Тебя от всей души за сегодняшний день, который мы воспоминаем это величественное событие, свидетелями которого было трое из учеников Иисуса Христа. Отец наш, Ты заповедал нам жить жизнью преображения. Помоги, чтобы мы со дня на день преображались, чтобы наше преображение не было какими-то эпизодами отдельными, но чтобы оно было постоянным, чтобы мы усовершались в нашей духовной жизни, и чтобы мы всегда тянулись к общению с Тобой через молитву. И помоги жить жизнью праведной, чтобы елей на голове святых Твоих никогда не оскудевал. Услыши нас и помоги нам достойно проводить жизнь нашу во славу Твою. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова